У нас сегодня гость, давно у вас не был, Андрей Сергеевич. Андрей Сергеевич Пателицын, автор канала «Открытая политика», политехнолог. Ну, давайте, собственно говоря, о политике. Что мы такое наблюдали последние двое суток в Баймаке? Что, на ваш взгляд, было? Сегодня есть множество уже заявлений про властных спикеров. От того, что Фаил Алчинов, которого внесли в реестр террористов и экстремистов, он является агентом турецкой разведки, и до того, что, как Динар Гельмудинов говорит, что все инспирировано западными разведками, странами Балтии и украинской разведкой. На ваш взгляд? Добрый день. Ну, действительно, мнений очень много, много толкований. Безусловно, часть этих толкований, наверное, все-таки преследует своей целью не выяснить, что было на самом деле, а оправдать какие-то проблемы без действия, либо действия, которые случились в эти дни. На самом деле, конечно, надо подойти внимательно к этой всей истории, проанализировать. И я бы начал с того, что, скорее всего, нужно разделить самого Фаиля Алчинова, как вы правильно заметили, включенного Росфин-мониторингом, какие-то там списки террористов, экстремистов и прочее, разделить Фаиля Алчинова и то, что случилось в Баймаке. Потому что, как бы это ни странно звучало и как бы не абсурдно это звучало, на самом деле, это не до конца и не однозначно связанные вещи в том смысле, что, конечно же, история с Алчиновым явилась триггером этих событий. Конечно, она запустила цепочку этих митингов и то, чем все это завершилось буквально вчера. Но причин для этих событий существенно больше, чем одна. То есть, если бы мы полагали, что это просто люди, граждане, вышли высказать свое недовольство вот этим конкретным судом и вот этим приговором, это было бы слишком просто на самом деле. Потому что тут есть несколько причин, и в них-то как раз и важнее разобраться. Потому что, да, в определенном смысле, я подчеркну, в определенном смысле, Файль Алчинов был и, видимо, остается лидером некоторых групп населения Башкортостана. Каковы эти группы по размеру, каково их влияние на общую ситуацию в республике, в этом еще надо разбираться. Но то, что вот такое количество людей вышло, я не уверен до конца, что это все просто люди, исповедующие вот те взгляды и как бы воззрения те теории, которые исповедует сам Файль Алчинов и его сподвижники. Я сразу готов оговориться, что никогда не разделял вот этих вот теорий, которые, значит, да и, собственно, и практик, которые иногда происходили вот с этим сообществом. Ну, то есть, ну, так получилось, что я не сторонник вот этих вот идей. Но при этом, там, опровергать их правильность или подтверждать их правильность тоже не берусь. Я хочу проанализировать и предлагаю вам проанализировать именно реакцию населения, реакцию вот этой народной массы, которая там случилась в Баймаке. То есть, причины. И вот тут вот как раз, на самом деле, мы много больше интересного увидим, чем вот в этих учениях Алчинова и его товарищей. Если от самого начала отталкиваться, я так понимаю, что во главе ГУА стоял протест против добычи ростного золота на территории Заурали, да? И потом появилось какое-то неожиданное письмо главы Башкирии ради Хабирова на имя покрова республики. Некоторые называют его доносом. Там есть какой-то перевод и выступление Алчинова. Говорят, что он немножко некорректный, этот перевод, да? И как бы, на самом деле, что в естестве лежит, что внутри этого протеста? Золото? Ну, да, желтый металл многих сводит с ума, но тем не менее, значит... Ну, во-первых, давайте так, Дмитрий, корректно будем описывать ситуацию. Это был не какой-то разовый протест. Это, на самом деле, системная проблема в Зауралии. Последние два года их там... Ну, их даже не два года, значительно больше. То есть золото за Уралии добывается очень давно. Безусловно, всегда вызывал этот процесс недовольства местного населения, ну, с технической точки зрения, потому что разрываются огромные площади земли, земля не рекультивируется, значит, теряет свои сельскохозяйственные, эстетические свойства, ну, и так далее. То есть так было всегда. Вопрос масштабов. И вопрос, тут очень важный вопрос, вопрос, кто этим занимается. Вот в последние годы с приходом ради Хабирова, значит, ландшафт вот этот сильно поменялся. В том смысле, что заниматься стали золотодобычей компании, которые не имеют никакого отношения территориально ни к Башкирии, ни к местному населению. Это первое, но не самая важная причина. Второе – это интенсивность и варварский способ добычи. Это, безусловно, конечно, подхлестнуло ситуацию. То есть когда у вас буквально за окном сначала был райский пейзаж, ну, вот, как сказал недавно один комментатор, Баймак и Баймакский район – это далекое башкирское захолустье, но зато очень красивое. Вот в этой фразе действительно содержится некая сакральная правда в том смысле, что действительно, ну, ландшафт и внешний вид этих территорий, он действительно очень красивый. И когда у вас за окном, значит, всю жизнь было вот все красиво и замечательно, хотя бы у вас нету, значит, больницы, у вас нет нормального детского сада, у вас нет нормальных дорог, но хотя бы за окном красиво. И вдруг там становится совсем некрасиво, и какие-то эскаваторы роют землю, значит, перемалывают ее в каких-то драгах, вымывают оттуда золото, куда-то увозят, и люди на непонятном гортанном языке, значит, вокруг чего-то разговаривают, разговаривают, кричат, машут руками. Естественно, это вызвало недовольство местного населения. То есть и в последние годы, я подчеркну, в годы правления ради Хабирова это все приняло совершенно такой катастрофический масштаб. Появились вот эти протесты. Сначала они были такими абсолютно самочинными, ну, то есть люди собираются на околице и говорят, в Монако-Урале что творится, посмотри вокруг. Да? Такого никогда не было у нас, тут было все нормально, и он, значит, слышит, и грохочут сапоги, и птицы оголтелы летят. Ну и так далее. Дальше он начал структурироваться, этот процесс. Естественно, когда происходят такие вещи, значит, начинаются появляться ядра этого процесса, начинают появляться лидеры процесса, и самое важное, начинают появляться те, кто хотят в этот процесс влиться и им попользоваться. Со светлыми или не очень целями. По-разному бывает. Владимир Ильич Ленин тоже пользовался, значит, процессами недовольства рабочих крестьян, солдат и матросов. Так вот. Дальше появляется в этом процессе и Алчинов тоже. Он не единственный лидер этих всех, значит, протестов и не единственный авторитет во всей этой, значит, истории и так далее. То есть он начинает участвовать, он начинает ездить, он начинает обсуждать, формулировать, высказываться, выдвигать какие-то требования и так далее. Вот весь этот процесс, на самом деле, ну, классический процесс развития какого-то народного недовольства по какой-то определенной причине. У меня возникает вопрос. Где в это время была региональная власть? Чем она занималась? Анализировала она это все или нет? И так далее, и так далее. И почему она не вмешивалась в эти процессы конструктивным образом? Ну, ответов на этот вопрос тоже может быть несколько. Первое. Ну, посмотрите внимательно на тех, кто управляет у нас внутренней политикой, и тихо ужаснитесь. Взгляните в ясные глаза Урала Кельсинбаева. Поймите, какой это специалист по внутренней политике. Вот вам один вопрос. Второй ответ, вернее, предположение. Если региональная власть никаким образом не пыталась исправить эту ситуацию в зародыша, может быть, она заинтересована была в этой ситуации? Может, у кого-то был некорыстный интерес? Сейчас я задаю вопрос, я не утверждаю. Вот во всей вот этой варварской золотодобыче. Так вот, тем не менее, ну, как бы там ни было, мы видим картину. В конечном итоге файл Алчинов чего-то там сказал на этом и-ыне. Кто-то как-то это все перевел с башкирского на русский язык. И да, к переводу есть масса вопросов. Я разговаривал с несколькими людьми, ну, весьма компетентными в этой области. Они высказывают вполне себе серьезные сомнения в качестве этого перевода. Ну, то есть, на самом деле, ну, это, по моему субъективному мнению, суд, наверное, ну, для него было бы разумным, если бы он еще раз провел экспертизу и в каком-нибудь другом месте, чтобы окончательно убедиться в правильности своих выводов. Но это частная деталь. И вот дальше мы видим итог. Значит, файл Алчинова сажают на 4 года общего режима, колония, по статье 282, значит, разжигание национальной розни и так далее, и так далее. Письмо, ну, как говорят, донос, там, кляузу или что там такое, написал Дахабиров. Вот это была его серьезная ошибка. Это его инициатива? Ну, нет, если он поставил подпись под этим письмом, как взрослый и совершеннолетний житель Российской Федерации, он отвечает за эти действия. И к тому, что, может быть, у этого письма есть бенефициар какие-то? Ну, если предполагать, что Радихабиров уже окончательно несамостоятельная фигура, то так предполагать можно. Ну, я полагаю все-таки, что он сам написал это письмо. Может быть, кто-нибудь ему подсказал, может быть, ну, он человек, очень плохо разбирающийся в каких-то технологических моментах, политики, кто-нибудь ему там на уши нашептал, он взял, написал. Вполне допускаю. Так вот, это была, на самом деле, большая ошибка со стороны Хабирова, имиджевая в первую очередь, потому что, если бы письмо не исходило от него лично, к нему бы лично было существенно меньше претензий. Ну, здесь уже вопрос к его пиарщикам, к его консультантам, то есть я уже давно посмеиваюсь над всем этим, над всей этой конструкцией Белого дома. С уходом Мурзагулова там, пожалуй, совсем уже никого не осталось. Как бы это ни печально звучало, Мурзагулов занесен в список иноагентов. Да-да-да, не забывайте, уважаемые слушатели, мы обязательно проклянем всех, кого нужно проклинать по закону. Так вот, ну, ужас какой-то, вот я с точки зрения, как бы той позиции, в которую себя поставил Хабиров. Но, как бы это ни звучало вот так вот пафосно и трагично, я могу сказать, что существует еще одна версия, очень неожиданная, того, почему и как это все развивалось. Но я вам сегодня про нее не расскажу. У нас пользователи в чате трансляции спрашивают, а почему вчера не было ни одного представителя власти? Где был глава города Баймак? Почему допустили избиение народа, не пошли на диалог с людьми? Ну, понятно, в каком ключе. Да, действительно, мы что-то там не видели никого. На Куштау-то, в принципе, Хабиров приехал. На Куштау приехал Абдрахманов сначала, когда помахал кулаками, порвал палатки, а он был глава Ишимбальского района, как-никак. Да ведь, ну, видите, местная власть отметилась. Глава Сибая не рискнул с кулаками выйти против протестующих, понимая, что немножко, видимо, разные весовые категории, и можно каким-то твердым предметом получить по голове, там, ну, летящим в пространстве. Ну, я предполагаю, что он поэтому не вышел. Конечно же, глава Сибая там где-то был, за стеной, за щитами где-нибудь там в каком-нибудь автомобиле с тонированными стеклами или в здании суда. Ну, естественно, там вся эта администрация сидела. Так что, ну, а власть олицетворяли вот эти космонавты. Ну, я имею в виду ОМОН, СОБР и так далее. Говорят, кстати, не башкирские. По моим сведениям, был какой-то отряд Гром, я не знаю, где он там расквартирован. Ну, он такой в Нике, вот эти, так сказать, кликухи, погоняло, которые были на куртках у ОМОНовцев, были вполне себе местными. То есть, ну, некоторые из них наводили на мысль, что ли, ну, там это же кличка, которую человек себе подбирает там по какому-то принципу. Ну, много было тех, которые можно было бы отнести к местным. Некоторые говорили с характерным акцентом, то есть, как бы, нет, не думаю, что это была совсем какая-то привезенная компания. На ваш взгляд, почему суд пошел по самому жесткому сценарию? В принципе, дали по тому, что запрашивал покурор, и не поселение, а общий режим, по самому максимуму дали. Вот понимаете, тут тоже нужно еще разделять, какие моменты. Вообще, давайте поднимемся на уровень выше от Хабирова, хотя к нему надо бы вернуться, надо бы обсудить, на мой взгляд, последствия, которые ждут его, ну, вот, в дальнейшем, да, после всего этого. Поднимемся на уровень выше, на уровень федеральный. Значит, давно и однозначно было заявлено Владимиром Путином о недопустимости какого-либо сепаратизма, значит, в России, о нерушимости российской конструкции государства и так далее, и так далее. Многократно Путин говорил, значит, о том, что сепаратизм – это зло, любой, значит. А для Путина национализм и сепаратизм практически синонимы, насколько я понимаю. Ну, анализируя его речи, я понимаю, что он ставит, почти ставит знак равенства между этими вещами. И вообще национализм здорового человека – это вещь такая очень сложная, и, пожалуй, что опасно вообще вводить такой, ну, принцип, что есть хороший и плохой национализм. Значит, но, тем не менее, понимая, что вот концепция федеральной власти такова, конечно же, суд и прокуратура расценивали это именно в таком ключе. Ну, то есть, для них Алчинов был источник вот этого правонарушения, которое, ну, настолько вот сильно сейчас, как бы, порицается верховной властью. То есть, я думаю, что причина вот жесткости этого приговора в этом кроется. Не потому, что Хабиров просил... Нет. Насчет того, зачем вообще это все преследуется – это отдельный философский вопрос. Но я хочу сказать, что приговор был максимально жестким, ну, с точки зрения требований прокуратуры, ну, я имею в виду, суд дал столько же, сколько просила прокуратура, не потому, что Хабиров этого хотел. Хабиров устроил бы любой вариант осуждения Алчинова. В принципе, для него, ему неважно было год, два, три. Ну, то есть, однозначно Алчинов выйдет на свободу тогда, когда Хабирова уже не будет в республике. То есть, это 100% гарантия. Ну, вот. Соответственно, для него важен был сам факт осуждения. Вот как-то так. Напрашивается просто аналогия с кейсом Дельмухаметова, если вы помните. То есть, в принципе, там-то срок был побольше и пожестче, да, как бы наказание. Но, вот видите, поменьше дали. Разница большая между Дельмухаметовым и Алчиновым. Внесен в реестр актримистов. Да. А, знаете, давайте немножко отвлечемся. У меня есть такое технологическое предложение. В начале передачи перечислять персонажей, которые мы будем обсуждать, и сразу же указывать все их регалии, да, то есть, туда внесен, сюда внесен. Можно так делать по закону вообще? А то мы каждый раз себе это как попугаи повторяем. Внесенный, внесенный, внесенный. Да, кто кого куда внес, да. Так вот, действительно, то, что касается Дельмухаметова и Алчинова, ну, вот, как вы говорите, там, разные приговоры. Хотя, во-первых, конечно, суть обвинений была существенно, существенно разнилась. Значит, и, во-вторых, ну, масштабы фигур. Я бы не преувеличивал, на самом деле, значение Алчинова для того, что происходит сейчас в Башкортостане, и для, в общем-то, ну, и даже для этнического сообщества. Немножко раздута фигура. Уже там вражеские голоса его объявили каким-то там экоактивистом, защитником там всего-всего-всего. О, на самом деле, ну, давайте смотреть путь Алчинова. Он прошел путь из Кугбуре, минуя экстремистское запрещенное организацию Башкорто, и вот теперь, значит, он стал экологическим активистом. И Кугбуре тоже внесена в реестр от Российской Федерации. Да, и Кугбуре внесена в него, да, несмотря на то, что, ну, в том числе и господин Хабиров, например, вполне очень обширно контактировал с Кугбуре в свое время, насколько известно, и насколько об этом любят рассказывать бывшие участники этой организации, то есть он прямо причастен к этому всему. То есть, знаете, этот клубок вот этих вот националистических организаций, который был в Башкирии, его нужно распутывать, и надо очень важно понять, что особенно в бытности Хабирова, главой администрации у Рахимова, и вообще в рахимовские времена, все вот эти организации, которые существовали с тех пор и тогда были, на самом деле, созданы, во-первых, сидели на оплате у республиканской власти, а во-вторых... Я думаю, сейчас скажешь, что у Турецкого разведения... Ей и использовались. В первую очередь, например, Рахимов занимался тем, что он пугал Кремль и Москву тем, что у нас тут, значит, в сибайских лесах сидит там 100 тысяч сибайских, значит, конников, они как выскочат, и будет вам вторая Чечня. Ну, Кремлю было не до этого тогда. Действительно, проблем было много. Потом, когда Кремль немножко успокоился, заглянул в атлас России, выяснил, что в Сибае нет никаких лесов и никаких конников в этих лесах не сидит, и больше эта фишка у Рахимова не срабатывала. Вот, понимаете, нужно смотреть в корень вот этих всех событий, вот этих всех организаций. Вот тогда мы поймем, что сейчас происходило. Но важнее сейчас понять, почему люди в таком количестве вышли к Сибайскому суду, ой, извините, к Баймахскому суду. Важнее понять, что теперь будет с Хабировым, а он сегодня поехал туда, в Баймах, значит, там, замаливать грехи и так далее, и так далее. Он поехал, да? Да, он поехал. И, в общем, вот это важнее понять. А судьба Фаиля Алчинова, ну, это, пожалуй, что вторично в этой ситуации. Как бы вот сейчас вот меня не начали кидать тухлыми помидорами башкирские националисты, я по-человечески сочувствую Алчинову, как всем, кто попадает в российскую тюрьму. Это очень нехорошая история. Я сочувствую его семье, его четырем детям, его жене. Но важнее для общества и для развития понять сейчас, что там произошло и куда это дальше покатится. Немножко о последствиях давайте поговорим. Вчера было сообщение Следственного комитета о том, что возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках на некоторых участников. Мы знаем, что кого-то там уже задержали. Вроде как были какие-то переговоры между протестующими и с Росгвардией, кого-то, может быть, отпустили. Но мы с вами знаем тактику. Последствия догоняют через какое-то время. Начинают ходить по домам, начинаются аресты, начинаются задержания, начинаются допросы. На ваш взгляд, власть будет эскалировать дальше эту ситуацию? Нет, ничего подобного в этом случае не будет. Вчера семеро окончательно задержанных, вначале было 20 человек, потом осталось 7. Их быстро вывезли в Уфу, и Уфимский районный суд всем им дал административку от 10 до 13 суток. Мы же знаем, что потом бывают такие кейсы, когда... Я думаю, что сейчас, вот в этом случае, в этой ситуации, развитие событий по пути поиска еще каких-то виноватых не будет. Но не исключен тут сценарий такой, что вот вчера было сделано заявление о том, что в процессе этих столкновений пострадало несколько правоохранителей. Ну, то есть, мы не знаем пока степень их, значит, ну, там, ущерба, да, их здоровью. Возможно, в Баймаке были уже более крепкие стаканчики, а не как в Москве. Может быть, там были еще какие-то предметы. Мы видели, что летали там и комьи снега, и земли, и даже выбили окно в одном из там ОМОНовских автобусов, в ответ на что прозвучала очередь из автомата в воздух, видимо. Ну, в общем, был такой эпизод, вчера было видео, честно говоря, достаточно жутковато это смотрелось, потому что колонна машин выезжает из Баймака, машины без маркировки, там не написано, что это полиция или Росгвардия, значит, несутся мимо людей, люди кидают там коми, но это очень напоминает Интифаду, сектор газа, кто бывал, тот знает, да, вот как вот это было, когда израильские войска, значит, ну, по сути, оккупировали сектор газа там до недавнего времени, да, то есть, когда еще их не вывели. Вот там тоже постоянно такая история была, значит, израильская полиция ездит по территории, а в нее кидают камнями и всякими, значит, твердыми предметами. Не хотелось бы, чтобы у нас ни в Баймакском районе, нигде вообще в России, в республике, вот такая картина бы не выстроилась, чтобы, ну, это уже было совсем за гранью. То есть, когда стреляют из автомата даже в воздух, чтобы отогнать людей, ну, кидающих камни в машины, ну. Мы просто помним с вами то, что просадило на кустал, там тоже вроде как омоновцы пострадали, и впоследствии где-то пару месяцев спустя были какие-то даже суебные преследования, уголовные преследования. Ну, надо понимать, что это на автомате. Вот смотрите, есть подразделение, да, например, там какой-нибудь этот спецназ «Гром», у него есть командир, у него есть там личный состав. Ну, вот они прошли, они вот провели какую-то операцию, выполнили какое-то задание. Надо понимать, что люди, ну, подчиненные, как бы им дали команду, они пошли, да. Ну, возвращаются они, ну, у троих там, значит, рассечены брови, там, сломаны пальцы, там, и разбит нос. Что он должен сделать? Он, естественно, пишет рапорт, что эти люди пострадали в процессе исполнения служебного долга. Так ведь? Им оказывают медицинскую помощь. Дальше идет разбирательство, рапорты, докладные и так далее. То есть, ну, это механизм, который нельзя остановить. Ну, кто-то же разбил им нос, да, кто-то же там сломал им пальцы или там, я не знаю, еще что-то сделал. Ну, начинается следствие дальше. То есть, это автоматическое действие. Тут, пожалуй, что остановить это можно только на очень высоком уровне. То есть, если, например, этому командиру подразделения не дадут команду прекратить вот это все, бумагу писать, а, значит, парням заклеивают пластырем брови, и они пойдут, значит, в какой-нибудь неочередной выходной, вот если это не остановить, тогда дальше начнется следствие выявления, там, анализ видеокадров, там, кто кому куда что кинул, какой стаканчик летел, какой снежок там, какой камень. Ну, поймите, это работает вот так. На ваш взгляд, возможно ли пересмотр в апелляции в касации приговора о чинов? Я думаю, что да, и эта апелляция вызовет большой интерес. Мне уже позвонило достаточно большое количество журналистов, там, из разных регионов, из Москвы и так далее. То есть, некоторые из них, в том числе, очень известные, собираются приезжать сюда, в УФУ, на вот эту апелляцию, которая, судя по всему, будет где-то в середине февраля. И да, я считаю, что апелляция имеет вполне все шансы, потому что, ну, самое главное, что нужно делать защитникам Алчинова на этом судебном процессе, с технологической точки зрения, это опротестовывать результаты экспертизы. То есть, это самый продуктивный способ, ну, изменить ситуацию. У вас спрашивают, на этом митинге было много народа в спецовках Роснефти и подобного, то есть, это были вахтовики. Возможно ли какие-то меры со стороны этих компаний, например, увольнения, там, ну, какие-то репрессии? Маловероятно, учитывая тот кадровый дефицит, который сейчас царит в России для этих компаний. Ну, многочисленные увольнения, ну, одного-двоих, там, может быть, кого-то и можно уволить, да, там, если попросят сильно сверху, там, каких-то-нибудь самых зачинщиков, самых. Но массовых увольнений точно не ожидается, потому что, ну, в компаниях сейчас просто кадровый голод, работать некому. Так, почитаем чат трансляции. Я вижу, что просто какой-то наплыв, наплыв, это бот или не бот, я даже не могу понять, кто это. Нас возвращают к истории на Куштау, и вот действительно, как бы люди проводят аналогии с тем, что было тогда, и с тем, что случилось вчера. Можно ли сказать, что это Куштау-2? Ну, отчасти по форме, да, по содержанию, наверное, нет. В том смысле, что там люди на Куштау защищали четко конкретную ценность, ценность такого понятийного характера. В случае с Баймаком тут все сложнее. Мы вот все-таки не погрузились в причины, которые не относятся к господину Алчинову, а на самом деле в Баймаке выплеснулось наружу абстрактное недовольство. Вот я так полагаю, что во многом это было так, потому что вот то, что происходит в стране и в республике, оно аккумулирует вот это напряжение, которое у людей, ну, оно собирается, собирается, собирается. Я думаю, что не только Волчинове дело, ну, то есть он как триггер, мы уже говорили об этом, но вот общая претензия, то есть на Куштау никто не отправлял Хабирова в отставку. Хабиров приехал, мокрый, трясущийся, наобещал что-то, его хотя бы слушали. Ну, там, вывели тут напрямую наводку вот этого подсадного Байбулатова, значит, и как-то дело замяли. Но в Баймаке уже требовали отставки Хабирова. То есть это уже немножко другая картина, и на Куштау практически не было политических требований. Там было абсолютно, ну, прикладное унитарное требование, значит, не дадим гору, ну, там были проклятия в адрес этих промышленников, соды и так далее, но политических требований не было. В Баймаке мы видим четко выраженные политические требования. Ну, то есть это следующая ступень. И несмотря на то, что в Баймаке мы видели там и записаны вот эти слезные обращения к Путину о том, что там Путин спаси, помоги, ну, следующая там вот подобная итерация, которая неизбежно случится, если дальше все пойдет так же, уже будет против Путина. — Скажите, а вот эти апелляции к Путину, они как-то могут сыграть, не знаю, как бы в пользу протеста? Ведь действительно, вы правы, они, собравшись с протестующей, напрямую обращались к Владимиру Путина. — Да, ну, это не просто они могут, а я думаю, что это и было, на самом деле, технологическим таким способом усилить свою позицию. То есть, обращаясь к Путину, эти люди усиливали контекст того, что им не нужен Хабиров. То есть, ну, там договорились до того, что введите внешнее управление в регионе. То есть, это там, введите войска, да, потому что все так плохо. Ну, не знаю, насколько это сработает. Я уже писал о том, что Господь разлил всемирную дозу наивности над Уральскими горами, да. Ну, не знаю, когда-нибудь люди поймут, что и это бесполезно было делать вот в этой ситуации. — Интересный комментарий. Пользователь Закива Валиди по Патрилицу, ну, получается, что башкиры народ малограмотный, что ли, или что? — Нет, я никогда этого не говорил. Среди башкир есть огромное количество людей очень грамотных и просвещенных. Я не знаю, там, какие рессентименты у господина Валиди, значит, там, в душе возникли. Не звучало такого, во-первых. Во-вторых, я глубоко уверен, что вообще не существует никакой разницы между национальностями. Я абсолютно стопроцентно дистиллированный интернационалист, не вижу разницы вообще никакой этнической между людьми. Дураков, неучи, негодяев и прекрасных людей примерно в одинаковые пропорции во всех национальностях. Так что расслабьтесь, господин Валиди. — Тоже пользователи Алены Чукчирик выходили на протест не только башкиры, там жители все заинтересованы в хорошей экологии. — Ну, я пытаюсь вот это Дмитрию донести. Дмитрий тщательно игнорирует вот этот аспект. Я уже несколько раз говорил о том, что причина этого протеста не только в Алчиневе. Причина в реальном недовольстве региональной властью, причина в реальном неумении региональной власти работать с населением. И как бы сейчас Хабиров не валил это все на турецкую и катарскую разведку, на самом деле причина вот этих вот того, что случилось в Баймаке, имеет свое имя. И имя это ради Хабирова. Вот он на самом деле причина этих протестов.